Друзья, всех приветствую на торговой сессии среды. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канала Markets, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Также напоминаю, что в описании к этому ролику вы всегда можете найти ссылку на наш официальный Telegram канала Markets с торговыми идеями, в котором каждый день мы постим дополнительный аналитический контент вам в помощь. Ну что, сегодня Федрезерв, итоги заседания американского регулятора и, конечно же, безумная волатильность, которая ожидает все площадки, все сегменты финансовых рынков. Снова повторяю, что в таких условиях, друзья, у вас должно быть в крови. Контроль рисков, риск-менеджмент – это необходимые условия для того, чтобы повысить эффективность сегодняшнего трейдинга. Мы продолжаем следить за индексом американской валюты, за золотом, за евро. Я предлагаю на этих инструментах сегодня сфокусироваться, потому что они прежде всего сегодня покажут интересную динамику. И хорошая новость заключается в том, что эти инструменты уже демонстрируют те движения, которые мы с вами прогнозировали. Не хочется, конечно же, спугнуть удачу, верный фундаментальный расчет, но я надеюсь, что в конце текущей торговой сессии мы еще ниже увидим доллар и, соответственно, еще выше золото и европейскую валюту. Сегодня по повестке экономического календаря скучать точно не придется, потому что в 12.15 по GMT нас ждет предварительная репетиция перед Non-Farm Peril с отчетой DP по рынку труда. Далее в 14.00 по GMT ISM в сфере услуг очень важный индикатор для американской экономики. Но это не самый главный релиз сегодняшнего дня, потому что самое главное событие это в 18.00 по GMT решение Федрезерва по ключевой процентной ставке. И завершать текущую торговую сессию будет пресс-конференция руководства Джерома Паула. Федрезерва, соответственно, это событие, которое поможет нам уточнить уже дальнейшие перспективы американской монетарной политики и окончательно уже для себя решить, ответить на вопрос, что мы будем в долгосрочной перспективе делать с долларом. Но забегая вперед, я надеюсь, что завтра у меня будет возможность, друзья, вместе с вами констатировать уровни по индексу американской валюты в районе 100 пунктов и говорить о потенциале еще большего развития, более агрессивного развития медвежьей нисходящей динамики. Прежде чем перейти к оценке вероятности, которая многим известна, повышение процентной ставки на 25 байсинг-пунктов, я хочу немного напомнить вам то, что еще некоторое время назад мы с вами активно обсуждали ситуацию в американском банковском секторе. Причем главным героем вот этих историй неприятных был First Republic Bank. Мы помним, что после результатов квартальной отчетности, которые подтвердили значительное сокращение клиентских депозитов, капитализация банка стала резко снижаться. Фактически за считанные дни прошлой недели, можно сказать, со вторника по пятницу стоимость акции обвалилась почти на 80%. И мы с вами пришли к выводу, что у банка два пути. Либо неплатежеспособности банкротства, либо все-таки для того, чтобы хоть как-то сохранить доверие к организованной системе банковского сбережения, руководство денежных властей, скажем так, США даст директивные указания более крупным банкам взять и поглотить вот этот First Republic банк, который столкнулся серьезными проблемами с ликвидностью. Второй сценарий стал в итоге реализовываться. JP Morgan поглотил First Republic банк и вроде бы как на рынок пришел оптимизм. Хотя по поводу оптимизма, мне кажется, лучше не говорить инвесторам, потому что инвесторам ведь First Republic банка никто не вернет деньги. А они, кстати, потеряли солидные капиталы, потому что за очень короткий промежуток времени, в несколько месяцев, акции First Republic банка провалились с 120 долларов до полутора. Единственное, что позитивная новость для тех, кто имел депозиты в этом банке, потому что теперь им ничего не угрожает, не нужно будет обращаться в американское агентство по страхованию вкладов, потому что счета перешли под контроль JP Morgan, который, конечно же, не имеет проблем, ну, по крайней мере, на текущем этапе с оплатежеспособностью. И, казалось бы, вопрос закрыт, все, банковский кризис отступил. Очередной волны вот этого негатива, связанного с состоянием отдельных региональных банков, не будет. Но вчерашняя торговая сессия показала, что нет. Она показала, что мы были правы, друзья, потому что изначально понимали, что банковский кризис вот так вот просто не проходит. И мы ждали новой истории, к сожалению, они появились. В Элли Нейшнел Банк, ПАКВЭС, такие корпы, это еще одни кредитные учреждения, которые вчера после открытия потеряли по капитализации от 10 до 60%. Сейчас их смело можно уже рассматривать как следующие кандидаты на тот же самый выбор пути банкротства либо поглощения. Эти банки посыпались после тоже результатов квартальных отчетов, где стало ясно, что очень сильно они просели по показателю процентной маржи. И понятно, что снижение процентной маржи стало следствием того, что кредиты для них стали дорогими, потому что ФРС повышает процентную ставку, да еще и приходится по депозитам платить высокие проценты. Ну, честно говоря, главный вывод, наверное, который можно сделать сейчас, то, что эти банки переживают кризис в тот момент, в США держатся на отметке 5%. И сегодня, через несколько часов, по идее, с вероятностью 90% мы увидим, что ставка будет снова повышена с 5 до 0,25%. Это, конечно же, странно, но, наверное, реальные механизмы денежных рынков, они сложнее. И ставку с большой долей вероятности действительно повысит, но мы должны понимать, что будут негативные последствия для отдельных региональных банков, и будет снова причина активно покупать золото, которое уже сейчас котируется на отметке 2018 долларов за тройскую унцию. Ну, ладно, к золоту мы еще вернемся. По поводу ситуации с долларом. Банковский кризис – это причина давления на курс американской валюты. Я думаю, что эта тема будет добивать доллары дальше. Тем более, что из-за того, что сейчас происходит в банковском секторе, мы фактически, ну, прям точно должны услышать от Федрезерва сигнал о том, что довольны с дальнейшим повышением процентной ставки, с ужесточением национальной монетарной политики. И я также обращаю ваше внимание на слабые макроэкономические данные. Провальный отчет АСМ производственного сектора, который в зоне стагнации держится уже шестой месяц подряд. Сегодня сфера услуг тоже может оказаться где-то там, почему бы нет. И я жду слабые еще отчеты по рынку труда, что от EDP, что от Non-Farm Perils в эту пятницу. Не верю я в рост доллара, особенно сейчас, когда мы снова в качестве основной первой, второй, третьей, четвертой, пятой темы будем осуждать события в банковском секторе США. Вспомните, как доллар реагировал на кризис, связанный с Silicon Valley банком и Signature банком. Тогда американская валюта обвалилась. Золото на этом фоне, напротив, будет расцветать. Я прямо сегодня не лягу спать, друзья. Пока не увижу по золоту котировки 2050 долларов за тройскую лунцию. Повышенный спрос на защитные активы из-за экономических рисков развития банковского кризиса в США, из-за того, что доллар будет потенциально проседать. Из-за слабых данных по производственному сектору Китая, мы помним, последний отчет ушел ниже 50 в зону спада в США. Эта же статистика показывает, что индекс и промышленность стагнирует 6 месяцев подряд. Чтобы для такой более яркой картины, добавим еще сюда Японию, третью, по-влечению экономику мира, там тоже спад промышленного сектора в протяжении 6 месяцев подряд. Это идеальная картина грядущего снижения темпов экономического роста и потенциальной рецессии. Золото на этом, я думаю, что неплохо выиграть. Цель, еще раз повторюсь, друзья, 2050. Еще один индикатор повышенного спроса на золото – это рыночный сантимент, потому что сейчас толпа 85% трейдеров золота шортит. И европейская валюта, как напоследок сегодняшнего анализа, но завтра мы детальнее поговорим о евро, потому что завтра будем ждать заседания европейского центрального банка. Котировки 1,1028 потенциально можем уйти выше отметки 1,11 уже до конца текущей торговой сессии. Вчера вышел отчет по инфляции, который показал, что инфляция в еврозоне снова выросла с 6,9% до 7%. Поэтому точно ставка будет повышена. Вопрос на сколько? На 25 либо 50 байсных пунктов? Думаю, что на 50. Поэтому ждем мощное развитие бычьего ралли. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!